Последним на турнире по баскетболу среди юношей 2002-2003 годов рождения стал матч между командами Ижевска и Энгельса. К этой встрече сборные подошли с разными результатами. У баскетболистов Удмуртии на счету было 4 победы. У спортсменов Саратовской области 1 победа и 3 поражения. Уже в первой четверти встречи спортсмены Ижевска обеспечили себе отрыв и дальше только увеличивали его. В итоге 99-50 победа команды Удмуртской республики. Эта игра стала для них пятой выигранной встречей на турнире и последним испытанием на пути к Кубку. 4 из 5 матчей команда Ижевска выиграла с большим отрывом. С разницей в 3 очка завершила только встречу с зареченской командой. Но, как говорит тренер сборной, бороться приходилось в каждой игре. В той же Самаре очень хорошая команда. Мы в третьей четверти сравняли даже счет. Ну вот, немножко провалились, изменили там тактику. И мы попали хорошо вчера. Вообще боксарами мы в прошлом году им здесь проиграли. Но они как бы полсостава тоже омолодили. Для команды Ижевска этот турнир, как и для большинства участников, стал одним из этапов подготовки к первенству России детско-юношеской баскетбольной лиги. Основной состав уже в прошлом году выступал на соревнованиях такого уровня. В этом году к ним добавились несколько новых игроков. Ребята старались, ошибки всегда будут, мы не компьютеры. Ребята старались, хотели играть, хотели, выполняли требования тренерского состава. И какой-то рисунок уже игры появился. Предсезонный турнир мы собрались с 18 июля уже. Прожли первые этапы втягивающие, подготовительные. Сейчас, в принципе, они на штанге сидят хорошо. И уже тактически все, но новинки, много новинок. Но они именно отработать тактически и посмотреть физическое состояние их. Чемпионат начинает через месяц, месяц лишний. Будем подводить дальше их уже к началу чемпионата. Второе место на турнире по баскетболу завоевали зареченцы. Они уступили только лидеру, команде «Ижевска». Во всех остальных матчах одержали уверенную победу. Турнир был очень полезен. Команды оказались разного уровня. Были и послабже, были и ровные, и сильные. Несколько матчей было очень плотных. Но те матчи, которые были чуть слабже команды, нам было интересно посмотреть второй состав, чтобы ребята тоже могли себя проявить и показать, на что они способны. Третье место на соревнованиях завоевали баскетболисты Самары. На четвертой строчке турнирной таблицы расположилась команда из Чебоксар. На пятой – сборная Энгельса. Замыкают таблицу спортсмены Твери. По итогам турнира звание MVP завоевал баскетболисты «Ижевска» Данил Наговицын. Игрок этой же команды Михаил Оглезнев стал лучшим нападающим. Лучшим центровым признан баскетболист Самары Владислав Бойко, а лучшим защитником – зареченец Сергей Скорынин. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok